здравствуйте уважаемые подписчики здравствуйте уважаемые гости канала совсем недавно мы вам рассказывали о рейде 9 т-34 под командованием бочковского во время боев за западную украину по итогам которого советский танковый ас и получил золотую звезду героя но спустя год его еще раз представили к этой высокой награде об этом мы с вами и поговорим сегодня и так владимир александрович еще раз отличился во время висло-одерской наступательной операции командующему второго танкового батальона было приказано совершить рейд в тыл врага на глубину до 80 километров с целью захвата крупного дорожного узла тем более у бочковского был подобный опыт и 15 января 1945 года его батальон устремился в глубокий тыл противника в ходе рейда наши танкисты обходили опорные пункты немцы стараясь не выдавать свое продвижение врагу пока не ворвались внезапно для него в город новое место это был крупный транспортный узел фашистов в котором пересекали шоссейные дороги был аэропорт который постоянно отправлял принимал грузы а также железнодорожная станция на которой толпились эшелоны перевозившие боеприпасы и вооружение когда в город вошли наши т-34 в первую очередь они учинили разгром на железной дороге открыв огонь по составам на одном из которых перевозились новенькие тигры в это время поезда начали отходить и бочковский приказал трем экипажам т-34 догнать их наши танки устремились вперед за уходящими эшелонами так один из танков под командованием лейтенанта бондаря выехал на железнодорожную насыпь и смог догнать состав подтолкнув его последний вагон боком после чего весь состав со всем содержимым сошел с рельс перекрыв при этом пути отхода остальным поездам следом был освобожден и весь город новое место в котором было перехвачено 40 вражеских эшелонов также танкисты смогли форсировать реку пилиться захватив плацдарм на ее противоположном берегу как я уже и говорил в самом начале за этот рейд владимир александрович был представлен ко второму званию героя советского союза правда все закончилось вручением ордена субборова третьей степени а на этом у нас все всего доброго до свидания